Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии. Сегодня тема судьбоносная, огненная, новолуния 16 апреля 2018 года в Овне в соединении с Ураном. Прошло ровно треть года от того момента, когда Солнце пересекло 0 градусов Козерога. И родился новый Калагод, Каляда. Овен – это проявление жизненной силы, это импульс, это борьба. Уран, который находится в соединении со светилами, это перемены. Светило находится в исходящемся соединении с Ураном, то есть Орбис 2 градуса. Более того, Плутон, бог преисподний, Аид, в астрологии символизирующий энергию толпы, мощные скрытые ресурсы, в том числе ядерные, энергетические, он остается все еще в расходящемся, разрушительном квадрате к светилам. Но это аспект уже расходящийся, там Орбис около 5 градусов. К счастью, ядерная война Трампа таки закончилась за 40 минут. Я напомню, 11 апреля 2018 года в 13.37 было опубликовано сообщение президента США о предупреждении, что на Сирию полетят умные американские ракеты. Но уже в 14.17 появилось новое, но уже довольно-таки кардинально отличающееся и носящее примирительный характер сообщение главы Белого дома. Таким образом, между предупреждением о скорой атаке на Сирию и предложением мира и сотрудничества прошло ровно 40 минут. Это вот вам аспекты Урана, Плутона и так далее. В карте на Волония Сатурн накануне разворота, которое произойдет 18 апреля, то есть Сатурн у нас стоячий, а это подведение итогов по карме, понимаете? Понаблюдайте, что вот в этой новолунии будет происходить, понаблюдайте за собой, появятся ли какие-то ограничения. Если появятся, то это кармическое. То есть имеется в виду холод, голод, какая-то финансовая недостаточность, замечания или даже увольнения от руководства, аресты, аллергии, зубы, суставы, кости. Если ограничения по вот этим темам, то срочно нужно вспомнить об ответственности, об уважении, о долге, о предках. Иначе в ближайшую ретроградность Сатурн на вас обратит внимание. Также у нас Меркурий разворачивающийся, но уже в директное движение. Когда Меркурий стоит, во-первых, он уподобляется медленным планетам, то есть он усиливает свои свойства. И усиливает, кстати, конкретно конфликтность, ослабевает умение договариваться, ослабевает умение объективно воспринимать информацию, анализировать, о логике я вообще молчу. Наблюдайте за руками, плечами, кишечником и дыхательной системой также. Это очень знаковая и кармическая новолония. И что там будет происходить, очень много знаков будет. Посмотрите, какие аспекты к вашим натальным планетам и домам делают светило на Волоне, а также остановившиеся Сатурн и Меркурий. Смотрите, Сатурн подводит итоги по карме. Плутон даёт мощные энергии. Уран переворачивает всё с ног на голову. И у нас ещё, в общем-то, мы не забываем про трансформирующий ретроградный Юпитер в Скорпионе. То есть вот эта новолония, оно очень важное и, повторюсь, кармическое, судьбоносное. Оно задаёт мощный импульс, ну как минимум на ближайший месяц. Провести его нужно в правильном настроении. Если вы давно чего-то желаете, о чём-то мечтаете, хотите что-то изменить или привлечь что-то в свою жизнь, то обязательно подумайте об этом в новолонии. Посмотрите ещё раз видео «Меркурий в огне» в 2018 году. и подумайте о силе мысли и о том, на чём вы концентрируете своё внимание. В последних градусах у нас хирон, уран и светило. Это значит, что заканчивается сюжет один и начинается новый. Начинается новая эпоха, я вам даже больше скажу. Новый мир будет строиться на выводах, сделанных сейчас, и на целях, сформулированных сейчас, и на энергиях, закрученных именно сейчас. Поэтому снова и снова напоминаю о необходимости самоконтроля в новолунии. Козерожий, сильный Марс, в соединении со звездой Вега, он принесёт удачу всем тем, кто силён духом. Нептун в соединении со звездой Ахернар. Это та самая Альфа Эридана, меч Архангела. Альфа Эридана – это небесная река. Это одна из самых священных звёзд. Или вот этот огненный меч, меч защиты. Эта звезда в своё время возвестила рождение Зороастра и битву с мировым злом. Она связана с выжиганием зла и нечестия. Эту звезду называют ещё Ангел. Но она расправляется с предателями. Кстати, 16 апреля – это Никитин день. Считалось раньше, что в этот день просыпаются отземные испячки водяной. Крестьяне и рыбаки пытались его всячески задобрить, чтобы, когда реки проснутся, чтобы не затопились поля, деревни и прочее. Угощали, задабривали этого водяного. Угощали хлебом, кашей, куриными потрохами. Рыбаки даже выливали масло в реку. А самые суеверные, вот этому водяному готовили знатный подарок. Накануне этого Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь. Откармливали её всячески. И в последний день вымазывали её мёдом. В гриву вплетали ленты, украшали её. И в Никитин день топили в реке. Конечно, было плохой приметой, если водяной отказывался принимать подарок. Но надеялись всё-таки, что возьмёт. И было бы очень хорошо, чтобы к Никитиному дню всё-таки реки вскрылись. Иначе это было указание на то, что у рыбаков будет плохой год. Астрометеорология. Светило в соединении с ураном в Овне. Квадрат от Плутона. Меркурий тоже в Овне. Меркурий, помните, это ветер, то есть порывы ветра будут. Нептун у асцендента. Таким образом мы имеем погоду, которая будет крайне переменчива, с осадками. Но в принципе, эсцендент в Близнецах, то есть по идее, как ясное небо чаще будет. В Новолунии помните, что мы избавляемся от всего старого, низковибрационного, от изжившего себя, мешающего засветиться. Молимся, медитируем, то есть стараемся в благости провести вот эти дни. Настраиваемся на лучшее, на позитивное, на мир и гармонию. Стараемся энергию впустую не тратить. Концентрируемся на желаемом, занимаемся, желательно, творчеством. Можно сделать карту желаний. Особенно быть внимательными Овнам, Рачкам, Весам и Козерогам. А также тем, у кого в 27-м плюс-минус 3 градусе Козерога, Овна, Весов и Рачкам находятся, то есть вот в этом кардинальном кресте находятся планеты и куспиды домов. Еще раз напомню, посмотрите, чем у вас управляют Меркурий и Сатурн. Также хочу сказать, что впереди у нас 22 апреля, это Международный день Матери-Земли. Такой очень сильный день. Провести его нужно достойно, особенно представителям этого кардинального креста. Все будьте умничками, как говорят на Украине, будьте чаемни. С любовью и верой вас, ваша Настя. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, в фейсбук пишите в личку. Будем разбирать ваши карты, искать предназначения, таланты и все такое прочее. Продолжение следует... Продолжение следует...